приведи это скрип механик и мы продолжаем обустройство дома на холме в прошлой серии я тебя спрашивал что еще добавить в нашем доме ты сказал обязательно обязательно комнату для нашего питомца ну блин ну ты сам подумай ты посмотри какая у него огроменная хата есть зачем ему какая-то отдельная комната мы сделаем может быть для него не знаю какую-нибудь интересную штуку но я еще подумаю что это за штука будет также говорили сделать мастерскую мастерскую возможно я сделаю здесь может быть выйти здесь вот где-нибудь кухню говорили сделать кухню обязательно сделаем она тут по-любому нужно у без нее вообще никак и причем с видом вот туда вот это будет общей классная кухня и еще я хотел сегодня сделать лифт вот этот вот лифт который я еще не распланировал как он будет выглядеть как он будет работать но мы сегодня займемся им обязательно что пойдем приступим к работе над кухней вначале нужно сделать перестановочку вот это все убираем вот так вот холодильник тоже убираем кстати насчет холодильника мне тут куча еды надо бы чего-нибудь приготовить потому что бургеров у меня уже нет вот что там у нас есть мясо молоко картофан есть это есть мясо мясо и молоко давай вот сейчас заставим нашего шеф-повара приготовить бургер два жалко за раз нельзя сделать радио ну в принципе пускай здесь болтает она нам не мешает что я хочу здесь делать ну во первых нужно сделать столешницу где будет размещаться у нас шеф-повар соответственно нам нужно древесину вот древесина есть но не такая вот древесина нужно отлично и вот здесь вот у нас будет чуть ниже наверно сделать вот такая вот столешница на которую нам не хватило древесины блин блин пойду разбирать тачки чё или мост или мост или тачки вот эту тачку я точно не разберу а вот это вот скорее всего стоит вот ладно пришла твоя череда отдавать древесину мой старый верный трактор об ну вот подразобрал свой трактор как говорится лучший дом обустроить чем в тракторе жить вот поэтому пойдем доделаем сейчас себе кухню в надежде что-то тут света как-то маловато в кухне те так не кажется я думаю что сюда нужно свет добавить срочно потому что у меня ночной ремонт солнце уже ушло за горизонт поэтому сейчас мы где-нибудь фонарик вырулим обшарил все сундуки в запасе фонариков нет поэтому трактор продолжаем разбирать тебя ты уж извини сейчас мы сделаем такую классную подсветочку подсветочку значит берем вот эти вот два фонаря и утыкаем их вот сюда как они классно тут вписывают что вообще ну ты посмотри по моему неплохо давай-ка мы сейчас перекрасим в белый цвет чтобы совсем было классно вот и немножечко поднимем яркости а слишком слишком прямо смотри древесина начинает уже плавится вот так вот будет хорошо в такой тепленький белый свет отлично здесь наверно мы тоже яркость не будем поднимать и все это дело нужно прицепить вот к нашему контроллеру обязательно к нашему контроллеру чтобы это все включалась и выключалась от нашей розеточки здорово продолжаем обустройство нашей столешницы ну вот записного такой вот у нас кухонный фартук получился туда же есть барная стоечка вот этот обалденный барной . конечно за ней стоять нужно вот здесь вот но тут мест совсем нету потому что тут будет дверь открываться поэтому садишься здесь и смотришь туда в окно в общем будет классно значит вот эту вот древесинку можно убрать отсюда она лишняя мне так кажется лишнюю чтобы она вместе с окном тут заканчивалась и выглядит по моему шикарно теперь это все дело нужно будет перекрасить я правда не знаю в какой цвет надо подумать чем размещаем нашего шеф-повара так почему это объект занят точно мы же делали бургер точно бургер у нас готов значит ставим шеф-повара у нас вот сюда на его положенное законное место вот и обязательно холодильник холодильник у нас будет где-то куда холодильник воткнуть так хорошо значит радио убираем пока вот вот так вот вроде бы норм обязательно кружечку свою нужно поставить жалко кофемашины тут нету вот кружечка у нас будет тут стоять что еще у нас там радио обязательно радио радио я размещу где-нибудь здесь вот пусть играет ночью по моему кошерно хотя радио надо чуть-чуть сместить это вдруг его уроню на край стола поставил вот по моему все четенько также у меня есть еще сломанная микроволновка сломанную микроволновку мы затолкаем куда-нибудь сюда вот представим что это рабочая микроволновка и мы будем разогревать в ней еду забираем краску и начинаем перекрас нашей столешницы мне почему-то хочется столешницу сделать белого цвета прям вот прям вот хочется вот так вот ну по-моему смотрится ножки сделаем черным вот так вот до ножки черным оставим а столешницу белым потому что стенка у нас тоже черная если я сделаю столешницу черный она у нас сольется вместе со стенкой так что по моему кошерно я бы здесь еще вот добавил ножичку вот теперь все теперь нам нужно в обязательном порядке сделать стулья стулья какие-нибудь грамотные хорошие стулья короче вот вот такие вот стулья у нас будут единственная проблема то что у меня всего я застрял всего один такой стул это я взял с какой-то разборки мы куда-то приехали и разобрали что-то по-моему это был ларек-марек какой-то где я истерил вот этот стул вот и пригодился он его единственное нужно будет перекрасить значит нам еще нужно нужно еще вот такую штуку взять забыл в тачке так двери открывайтесь и вот такая вот штучка и и и возможно вот такие вот штучки нам понадобится значит давай короче радио мы все-таки вот сюда перетащим ему тут самое место прямо возле холодильника чашечку и поставлю вот здесь вот я же правша типа значит вот так вот радио врубайся бургер готовился забираем берем держатель шифровщик ставим его вот таким вот образом надеюсь так будет норм и ставим вот такую штуку а это слишком высоко нет пониже чем-нибудь и теперь ставим стул о барный стул садимся нет значит все таки вот эту штуку надо убрать а вот эту подвинуть во вот так другое дело можно пить кофе и смотреть в окно по моему получилось огонь только нужно перекрасить стул в черный цвет о кошерно теперь нам нужно кухонную зону как-то отделить для этого мы переносим нашего робота производителя нашего питомца переносим вот сюда а здесь делаем просто стеночку на которую к сожалению у меня снова не хватает древесины катастрофа черт еще и двери что-то парят меня значит пришло время убрать вот эти вот лесенки я по ним все равно не бегу не пользуюсь вот так вот принял решение все таки опустить мост потому что мало ли я сейчас эту штуку разберу а потом сюда взобраться не смогу поэтому мостик мы сейчас чтобы опустим а здорово он мне тоже тут претерпел изменения сейчас вот эту штуку все убираем короче вот этот мост стал очень коварным смотри я бегу зажимая нитро на всех скоростях убегаю и вот если я не попаду вот сюда посерединке я нафиг прямиком падаю вниз ну вот наконец-то я убрал эти временные ступеньки осталось теперь разобрать мост когда я сделаю лифт ну что настало время присесть и перекусить где у нас там еда и да и да и да сидом а здесь никак вам придется встать берем бургер в руки блин так тоже не получается ладно стоя поем все пополнили запас воды и еды теперь нужно отделять комнаты значит раздел имущество между кухней и рабочей зоной у нас будет блин я даже не знаю как грамотно разделить вот тут у нас вот так вот так отойди чуть-чуть короче вот вот она линия раздела вот так вот разделяем вот а это убираем все отделились значит мы кухню вот вот этой части не знаю как это называется прихожка короче вот эту стеночку теперь перекрашиваем в черный кошер на но вот кухонная зона и прихожая прихожки мы будем может быть вот это окно убрать она прям тут вот будет мешаться мне кажется давай мы короче уберем окно и заделаем его сейчас мы это все дело сюда крахим в черный цвет вот и эта зона у нас будет для робота потому что у нас широкий большой вот видишь какие ручищи у него размашистые поэтому да что что это здесь его будет территория вот получается что ты тут помастерил что-нибудь я сделал да такой идешь гардеробной одеваешься и выходишь на улицу вот ты вышел на улицу потом заходишь домой снимаешь куртку проходишь в кухню пьешь чай и завтракаешь или ужинаешь и идешь короче дрыхнуть все по моему логично и грамотно теперь пойдем короче на улицу нам нужно снять вот эти все огромные сейфы вот эти вот все огроменные просто что такое то а всего один могу снять одновременно хорошо и тащим их к тебе домой чтобы подсоединить вот сюда наверное вот так вот подсоединяем да все соединилось круто ну вот склад у меня готов за склад отвечает вот эти два сундука и давай попробуем сейчас произвести наше удобрение несколько штук отлично пойдем теперь на улицу будем решать вопрос с лифтом ну во первых я тут пока занимался кухней кое-что придумал значит нам нужна тут площадочка небольшая площадочка все попробую это все сделать лифтовая площадочка у нас готова и как ты думаешь лифт у нас будет работать ты же знаешь как в многоквартирных домах устроен лифт сверху крепится трос по которому этот лифт вверх вниз катается ну собственно трос поднимает его и опускать я хочу сделать точно так же значит вот эта зона лифта здесь у нас быть площадка а сверху я сейчас сделаю подъемник хотя нет блин подъемник будет высоко вверху а это говорит о чем это говорит о том что где мои поршни счастья принесу и тебе наглядно покажу что хочу сказать короче смотри допустим вот сверху у нас шахта будет вот он у нас поршень который будет отвечать за лебедку вот мы его ставим сюда вот у нас типа лебедка искусственная вот у нас будет переключатель допустим здесь вот нажимаем и что ты видишь то есть короче вот это все полная брехня ой блин забыл один кубик убрать потому что вот эта вся конструкция она удлиняет длину нашей лебедки что нам не очень подходит сейчас мы с тобой сделаем тот небольшой кронштейн вот такой вот о прыгаем на него и цепляем наш поршень здесь в реальной жизни нам быть тут понадобилось как минимум четыре поршня но нам в игре достаточно одного значит цепляем на него теперь нашу платформу ну вот частично наша платформа готова видишь что она немножечко проступает вниз это говорит о том что она в принципе уже как-то нет а точно я же не соединил так пробуем во все работает но что-то как-то не так тут все настройки сбились ну вот мы опускаемся вниз а подняться наверх уже по ходу никогда потому что я забыл сюда воткнуть переключатель подожди сейчас мы сделала такую штуку и ставим сюда давай представим что эта панель на которой куча куча кнопок с этажами на самом деле тут всего одна кнопка сейчас мы подключим что-то нифига блин все один переключатель может работать так хорошо ох нифигаси вот от меня шмоль 3 0 и так короче проверяем вот это меня подкидывает ну короче вот импровизированный лифт у нас готов осталось теперь просто нарастить поршни до самого низа чтобы лифт опускался в самый самый низ для того чтобы наша платформа не упала мы соединяем с нашей платформой отсоединяем теперь вот эти вот штучки а по да неудачника вышло надо было еще с одной стороны поставить укрепление ну ладно тогда мы все это дело разбираем вот таким вот образом о-о-о панель с кнопками улетела ну да фиг с ней спустимся под ним вот эту штуку тоже скидываем вниз я вместе с ней вот это катастрофа ну ладно хоть жив остался пойдем посмотрим что там нам нужно для поршней чтобы удлинить нашу лебедку лифтовую так вот они поршни у нас все есть за исключением неочищенной нефти их придется нырять а кстати нам еще нужно побольше металлических блоков сейчас блоки мы запустим блин у меня чет какая-то катастрофа с металлом а если такого делаем чуть металла потом его обрабатываем и все будет пучком что ж пошли нырять хотел спрыгнуть короче лучше на машине да у автоматических дверей есть свои минусы ну шо пришло время завести нашу лесопилку поскольку трактор то я свой разобрал хорошо поедем на лесопилочки приехал называется на рыбалку за нефтью сразу встретили роботы давненько их не видел все время в доме пропадал тут еще сундучки вам под деревьями здоровыми валяются просто кашир на химический фонарь у кстати как раз вовремя сейчас потемки страшена я кстати этими химическими фонарями еще не пользовался давай запустим прям в воду где-нибудь вот подальше забежим чтобы мне там все освещало и кидаем вон туда пойдем посмотрим как это будет в воде работать ну вроде бы работает но так себе где у нас тут нефть кстати надо будет еще клей пособирать здорово дружище у меня такой дома уже есть надо ему подружку бы найти но как-нибудь в другой раз вот как этот фонарь работает похож на маленькое солнце могу уничтожить вот и все вот и нет фонаря больше все от плавали достали куча нефти 20 банок даже больше 40 нифига себе 50 одну банку достал вот это я заплыв устроил также еще немножечко клейких моллюсков достал ну все поехали домой все поршни собраны надеюсь этого количества нам будет достаточно пойдем теперь это все дело прицеплять ох неудобно это конечно будет ну ладно мы используемся старым методом главное не шип сдануться вниз я очень это боюсь и блинский ну нет ну ладно зато панельку соберу щас я снова здесь значит прыгаем сюда блин надо было пониже сделать ну-ка а теперь во все подключается друзья если нет просто так не получится значит досочка поршень значит прокачиваем все это дело теперь отлично скорость наверно на серединку лучше ставить иначе я буду улетать когда буду подниматься значит ставим логический затвор теперь ставим панель управления подсоединяем к логическому затвору и логический затвор подсоединяем ко всем поршнем проверяем о неплохо очень неплохо почти до самого низа но это с учетом того что вот эти поршни не прокачены до конца сейчас прокачаем и теперь смотрим ну-ка о почти 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 еще один поршень и будет все как надо по моему даже последний поршень не обязательно прокачивать до конца черт не хватает не хватает мне все последний поршень готов остался вот только подключить к системе сделать вот эту штуку фух вот она наша платформа опа запрыгнули тут панельку поставим подключим и экологическому затвору и поехали нет не поехали не поехали надо включить вот эту штуку ну-ка вот это я упал блинский вот это да вот это поворот ну слушай почти опустились я боюсь теперь подниматься наверх капец как боюсь и получается что нам нужно еще 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 поршни так ну блин еще нужно поршни 45 наверно ох это будет капец ну что давай попробуем теперь подняться надеюсь что я не улечу как ракета погнали ой 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 ёшеньки слава богу не улетел меня остановила вот эта доска так хочу короче спуститься вниз и посмотреть снизу как-то непривычно непривычно конечно так сейчас прыгнем спрыгиваем и блин тут еще купить какое расстояние тут поршни 5-6 еще понадобится ох жалко конечно что тут нету лебедки с лебедки было бы гораздо удобнее сделать лифт ну что я думаю что на сегодня это все если понравилось то не забывай ставить лайк под этим видео и подписаться если ты еще не подписан а я пью чайок вырубаю радио вырубаю свет ой хорошо и иду спать и ну все пока увидимся в следующем видео